господа я вас приветствую давно не было от меня видео сказывается отсутствие времени одна работа работа летом еще рыбалка была заядлый рыбак я старался не вылазить с водоемов но рыбы наловил мне хватит в этом году сейчас у нас декабрь 18 года зима времени побольше у меня будет и поэтому я начинаю пилить для вас видосы первым видосом будет сборка вот такого светильника заколхозил прям в комнате у себя вот таким образом он складывается у меня светодиодный для чего мне светильник для того чтобы снимать качественные более-менее для вас видосы для этого светильника у меня было две бандурины на полу здесь я колхозил из картона вот такой вот плафон обклеивал фольгой внутри стояла две светодиодные лампочки еще шла вот такая вот рычаг такой как у виселицы на полу стояла четыре ноги где-то полтора метра на полтора квадрат получался и вторая тренога у меня была наверное тоже метр квадратный занимала короче место с комнаты уходила просто и не развернуться было сейчас сделал такой вот компактный светильничек складывается к стенке а по мощности он получился примерно такой же как две вот эти бандури про которые я вам рассказываю вот он погорел 10 минут уже тепленький он у нас но особо не раскаляется светит будь здоров суммарная мощность получается потреб потребляет около 36 37 около того ватт сделал из светодиодной ленты светодиоды 5050 smd просто наклеил на алюминиевый профиль также вот это вот кронштейн из алюминиевого профиля два уголка просто вот так вот в наглую на саморезы приколхозил к стенке здесь коробом проложил блок поставил в розетку чик воткнулся светится да то есть вот я выключаю свет сейчас светится только монитор компьютера темнота да включая светильник бах у меня вся комната освещена нормально так продумал короче погнали пацаны буду объяснять как все сделать светильник у нас получился практически без теневой что такое без теневой светильник это когда мы ставим предмет и в стороны от него не расходятся тени в данном случае здесь тень получается под паяльником они в сторонах что немного можно сказать допускается и здесь тоже тень под металлической этой проволоку по сторонам у нас тени нет ни здесь не тут нигде поставим такую бутылочку для примера ну вот мы видим по сторонам есть небольшие тени но если выключить светильник сравнить с обычным светом то вот мы видим какая у нас колоссальная разница вот от рук тени да такие вот огромные а вот с нашим светильником вот можно бутылочку поставить большущую тоже видно тени немного расходятся в стороны но на глаз их практически не видно это камера воспринимает чуть-чуть побольше их такая вот баночка тоже по сторонам да светильник у нас сейчас также вот расположен горизонтально и вот его поворачиваю вертикально и тени тоже как мы видим перемещаются но опять же повторюсь что тени едва заметны и работе это не помешает нежели у нас стояла бы лампа где-то вот с одной стороны вот так светила тень была бы очень заметна для сборки нашего светильника нам понадобится алюминиевый профиль вот такой прямоугольный алюминий толщина стенки миллиметр 20 на 40 размер этой трубы и вот такой вот купил алюминиевый профиль в длину он у нас 90 сантиметров и в ширину 10 также два стальных уголка у нас получается 70 на 55 размер уголка стальные не алюминиевые чтоб не гнулись также два полка м10 меньше десятки не советую брать будет хлипкая конструкция 4 шайбы и две гайки гайки обязательно с контрящим пластиковым кольцом внутри также из крышек для банок вырезал две вот такие вот небрежным образом прокладочки потом поймете для чего они и вот такую вот из старопласта выточил тоже проставку но можно ее не делать а также сделать из какого-нибудь мягкого пластмасса также нам понадобится светодиодная лента я взял без всяких айпи не пылевлагозащищенную светодиоды 5050 смд написано мощность 14 4 ватта на метр ну и также понадобится блок питания взял на 60 ватт 12 вольт для запитывания этой ленты приступаем к сборке если вы будете брать такие же по размерам материалы как у меня то болты вам понадобятся длиной 50 миллиметров то есть 5 сантиметров вот таким образом примеряем сколько надо ленты отмерили и кто не знает лента откусывается вот на таких вот местах где есть контакты туда же проведена полоска и нарисованы ножнички для особо одаренных кусачками без проблем перекусываем и все отрезаем сколько нам нужно кусков для нашего профиля и начинаем клеить вот я нарезал ленту на куски по 90 сантиметров у нас пять вот этих вот бороздочек и 5 на 9 45 4 с половиной метра у нас ушло середине нашего профиля просверлено отверстие для того чтобы сюда ставить болт для крепления мы вставляем болт прикидываем шайбу которая тут будет стоять и так как мы ленту теперь не можем проложить напрямую сквозь этот болт нам надо сделать две ее половинки также отмеряем и отрезаем сколько нам нужно раз 2 далее нам надо обезжирить наш алюминиевый профиль для поклейки на него ленты для этого я буду использовать септодес это спирты и различные добавки и также нам понадобится тряпка а а а и а вот наша лента прилепилась у нас получилось 1 2 3 4 5 6 кусков которые электрически не связаны между собой нам нужно это сделать связать их между собой на каждой на каждом кусочке ленты у нас есть вот такие контактные площадки на них подписано минус плюс где нам нужно все минусики связать вместе и все плюсики связать вместе то есть минусы с минусами плюсы с плюсами вот я наделал перемычек и чтобы не перепутать их по длине я не буду их сдвигать со своих мест вот таким образом у нас с этого края получилось и со второго края примерно таким же образом расположил теперь нам нужно взять паяльник залудить перемычки и припаять их так 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 теперь нам нужно собрать наше творение до кучи чтобы понять что к чему и как вообще его повесить на стену и запитать как аккуратно подвести кабель и так далее отверстие я засверлил на расстоянии 45 миллиметров до этого до центра и 30 миллиметров до центра этого отверстия там где большее расстояние мы берем и это уголку представляем и так крепим где меньше мы крепим сам наш светильник так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok